Людмила Александровна всегда мечтала иметь много детей. Воспитывать шестерых для нее не стало проблемой. Трудность в другом. Отсутствие достойных жилищных условий. Все говорят, там детей, рождаемость, все. Я все понимаю, конечно, там. Ну, вроде хорошо, когда много детей. Со стороны красота, да. А насколько это тяжело. Вот, в принципе, у меня их много. Я смотрю на них, а дать ты им ничего не могу. Ну, вроде и стараешься там что-то. А вот даже вот, чтобы им прийти и нормально протянуть ноги, как говорят, и поспать. Даже я вот в три смены прихожу. Мы даже спим. Вот так поспала там кто-то другой, потому что места нет совсем. Четыре дочери Гребенниковых спят в одной 10-метровой комнате на двух маленьких диванах. Сын, студент Московского автодорожного института, чертит огромные ватманы на полу. Младшему Алеше, у которого явные способности к рисованию, неудобно создавать свои работы за ученическим столиком. Людмила Александровна 23 года трудится вместе с мужем в цехе стекловарения Солнечногорского стекольного завода. За это время Гребенниковы ни разу не ушли в отпуск. Зарабатывали деньги для любимых детей и на обустройство квартиры. 23 года многодетная семья ждет улучшения жилищных условий. Дети взрослеют, и жить восьмером в малогабаритной трехкомнатной квартире становится все труднее. На заводе говорят, что, например, я на заводе, например, прихожу, то есть денег нет на покупку сейчас жилье, нужно за свои деньги. Но, естественно, откуда у нас свои деньги, чтобы купить жилье? Вообще, это невозможно, в общем. Такие сейчас суммы, что вот мы всю жизнь работаем, и такие деньги никогда, наверное, не заработаем. В городе мы стоим 321-й на очереди, вот 20 лет, то есть мы стоим, 20 лет мы на очереди, и еще 321-й. Это получается еще сколько нам? 300 человек, это же непросто. Совсем скоро у старшей дочери Гребенниковых Ксении родится малыш. Так вышло, что до свадьбы с отцом ребенка дело не дошло. Сейчас Ксения озадачена, куда ставить детскую коляску. А на некорректные вопросы, типа, зачем тогда вообще рожать, у будущей мамы есть ответ, основанный на ее убеждениях. Ну, а как надо было сделать? Надо было, чтобы потом... Я подумала, в общем, сразу о будущем, о том, что, может быть, даже если сделать аборт, да, что он же никогда не сможешь родить. Поэтому лучше сохранить ребенка, какие бы условия ни были, что-нибудь, как-нибудь. Продолжение следует...